Музыка Пожилые люди в селах Исоклинского района живут активно. Им некогда скучать. Каждый занят любимым делом. Вся система в районе выстроена так, чтобы разнообразить их жизнь и сделать ее интереснее. Песни, танцы, рукоделия. В перерывах между ними новые поездки и новые встречи. Все это результат многолетней работы Елены Ивановны Волик. Почти 20 лет она возглавляет общественную организацию ветеранов войны и труда Исоклинского района. Это наш рабочий коллектив, во-первых, и библиотека. Здесь тоже мы работаем совместно. И вот Елена Андреевна, это наша большая помощница, постоянно нам помогает, она поддерживает. Она добрый, отзывчивый человек, как человек, и грамотный руководитель. В то время, в 92-м году, когда я приступила к работе, она была руководителем отдела культуры. В 95-м году, вот мы когда открыли вот этот новый клуб, значит, она тогда тоже работала еще и помогала нам в приобретении мебели. Где родился, там изгодился. Боевой характер Елены Волик сформировался еще в школьные годы. Всегда на передовых позициях. Комсомолка, отличница и просто красавица. Она получила высшее педагогическое образование, однако преподавателем ни дня не работала. Начинала свою деятельность в райкоме партии, а после работала заведующей детским садом. Этот период жизни был ознаменован строительством новых зданий для детского дошкольного воспитания, укреплением материально-технической базы и повышением профессионализма всего коллектива. Я ее давно знаю, уже лет, наверное, 40. Она еще заведующая работала в этом садике. Дети мои ходили туда. Поэтому я ее знаю. Она очень такая грамотная, обшительная. Почти 20 лет Елена Ивановна трудилась в системе дошкольного образования. Однако, по личному признанию, нашла себя, вступив в должность заведующей отделом культуры администрации Соклинского района. Мне очень понравилось. Встречи были и не только в Самарской области с работниками искусства, но и за пределами. Часто я возила коллективы в Чебоксары, в Саранск и так далее. Мариэл. И, знаете, в общем-то, и наши кадры, работники культуры, тоже, мне кажется, откликнулись на мой призыв. Стали заканчивать учебное заведение. И я считаю, что наш район все-таки хорошо обеспечен кадрами культуры. Ее трудовая деятельность уже давно перевалила за половину века. 57 лет. За это время для своего района она сделала больше, чем для себя самой. А главное, подготовила профессиональные кадры для работы в сфере культуры и социума. Елена Ивановна знает, наверное, весь район. В том числе я знаю ее с начала моей трудовой деятельности. Я здесь родилась, я здесь выросла. Наверное, выросла как профессионал рядом с Еленой Ивановной. Потому что она работала начальником управления культуры. Я тогда работала в райкоме партии, и мы очень тесно сотрудничали. Елена Ивановна человек активной жизненной позиции. Несмотря на свои годы, она всегда в гуще событий. Ее оптимизм, ее вот это жизнелюбие всегда поражает весь народ. Все радуются за нее, что она умеет вот так жить и радоваться этой жизни. Таких, как она, старость дома не застанет. Елена Ивановна уже давно могла бы уйти на заслуженный отдых. Однако продолжает трудиться и помогать людям. Мы работали в управлении социальной защиты населения. Я работала тогда заведующей хозяйством, а она у нас была заместителем директора. Тогда еще директора были. Много лет мы с ней сотрудничаем, работаем. То есть активный человек такой, жизненной позиции. В общем, много мероприятий совместных проводим, потому что наша сейчас деятельность соприкасается обязательно с ее деятельностью. Понимаете, всегда человек такой улыбчивый, такой доброжелательный. Вот заряжает такой энергией, что даже наши ветераны района, они не сядут на месте. Понимаете, они много участвуют, много мероприятий, нам много билетов дают в театр. Мы их вывозим на концертные программы, на спектакли. Поэтому, ну, активные, очень активные. Сегодня Елена Ивановна возглавляет работу двух общественных организаций. В Исоклинском районе проживает 4 тысячи ветеранов войны и труда и больше тысячи инвалидов. Эта женщина берет заботу о них в свои руки. Заводит всех и до сих пор заводит всех. Она всех на ноги поднимет и молодец. Вот я всегда с ней пример беру и до сих пор мы с ней вот в хороших отношениях, так сказать, всегда. Она очень здорово помогает. И помогала раньше, я же говорю, там и квартиры давали нашим вот этим. Когда заведующий отдел культуры была, очень проблема с квартирами там, с ремонтом клубов, с костюмами. Вот она, у нас мордовский коллектив. Вот когда я начал работать, вот она мне помогла, нам помогла. Мы мордовские костюмы шили. И потом у нас вот перезвание народного коллектива. Вот это ей заслуга. Мы вместе с ней, она меня поддерживала. Без нее бы, конечно, ничего не мог бы я сделать. Вот а теперь Елена Ивановна собирает активную группу, чтобы озвучить главный вопрос на повестке дня. Впереди два летних месяца и нужно провести их активно, привлечь к этому всех желающих. Общественная организация, она, видимо, и создана для того, чтобы мы не заскорузли, не засидели в дом. Вот мы активные люди. Мы ждем, вот сюда мы ходим два раза в неделю, в понедельник и в четверг. Тут мы поем в центре общения. У нас есть музыкальный руководитель. Вот где-то в течение часа мы поем. Как в понедельник, я как на работу. Надо же и себя в порядок привести, и все-все-все. Вот мы привыкли, и мы как на работу ходим. В общем, мы живем нормальной человеческой жизнью. Мы не в стороне от всех дел. Сюда кого только не приглашают. И батюшка приходит, и кто приезжает из области, сюда приходит. Мы в курсе всех дел. Открывают новые туристические места, посещают концерты, спектакли и выставки. Одним словом, заряжаются друг от друга позитивной энергией и стремлением жить. Мы составляем вместе с ней и планы. И я, значит, возглавляю, культурно-массовый сектор. И вот поэтому работа вот в этом плане, я думаю, у нас идет очень-очень большая. Вот, она проявляет инициативу. Мы, так скажем, работаем, я думаю, вместе и слаженно. И вот эта работа у нас даже, я бы сказала, мы работаем активнее, нежели другие какие-то общественные организации. Мы составляем планы работы. И, значит, вот такие и календарные праздники. И есть у нас свои, значит, так скажем, коронные. Вот День рыбака, например, это стало традиционным. Нам надо будет и машину, там, и так далее. Вот давайте наметим. Или 29-го в среду, или 30-го в четверг. Общим голосованием решили провести День рыбака 30-го июля. Это уже традиционный семейный праздник, который каждый год проходит на территории Исоклинского района. К участию в нем приглашаются все любители рыбалки, походной кухни и хорошего настроения. По активной деятельности, я хочу сказать, молодцы. Они очень все активно принимают участие. Только брось клич, и они отзываются на все, значит, просьбы. Ну, знаете, ну, состоит наша работа не только в том, чтобы организовать какие-то мероприятия досугого характера, но мы совместно работаем с администрацией. Я постоянно, значит, согласовывая свои, ну, проблемы решаю с главой района. Хочу сказать, он очень трепетно относится ко всем проблемам ветеранов. Всегда старается помочь. Вот даже, знаете, у нас участники войны в этом году более 16 человек получили квартиры, да, ко Дню Победы. Ветераны войны, ветераны, участники войны. Ну, и, конечно, по программе ветхое жилье и инвалиды. А потом еще мы решаем проблемы и лекарственного обеспечения, которые, конечно, всегда волнуют наших инвалидов и ветеранов. Идут мне навстречу работники больницы. За большой период творческого пути Елена Ивановна достигла высокого профессионализма, и он оценен по достоинству. Юбилейные медали за трудовую доблесть, почетный знак губернатора Самарской области за заслуги в развитии ветеранского движения. Номинация в областной общественной акции «Народное признание». Елена Ивановна является почетным гражданином Иссоклинского района, примером оптимизма и человеколюбия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова